Число инфицированных коронавирусом на планете превышает 150 миллионов. Внимание всего мира обращено к Индии, где количество умерших уже превысило 200 тысяч человек. За последние сутки в стране умерли свыше 3 тысяч заболевших. Однако, по мнению экспертов, на самом деле цифры выше, так как вести точную статистику в стране с населением в более 1 миллиарда человек и ограниченными административными ресурсами невозможно. В стране под крематорией выделяются городские парковки. Международное сообщество критикует правительство Индии за недостаточно жесткие ограничительные меры. Только лишь сейчас в Дели обсуждается возможность введения локдауна в 150 наиболее пострадавших регионах. Но вновь это решение будет носить лишь рекомендательный характер. В стране проводится одна из масштабных мерий кампаний по вакцинации населения. К июню планируется привить 250 миллионов человек. США выделили Индии помощь на сумму около 100 миллионов долларов. Также продолжают поступать гуманитарные грузы из Великобритании, Ирландии, Германии, Сингапура, Австралии и России. В страну доставляют респираторы, аппараты ИВЛ, запасы концентрированного кислорода и средства индивидуальной защиты. Осуществляется доставка дружественной нам Индию груза гуманитарной помощи для минимизации распространения коронавирусной инфекции. В состав груза входят лекарственные препараты, медицинские изделия, другое оборудование общим весом 22 тонны и объемом 190 кубических метров. Между тем, в Европарламенте проходит обсуждение внедрения цифровых зеленых паспортов, которые упростят передвижение внутри блока тем, кто привился или же уже переболел коронавирусом. Собственные вакцинные сертификаты уже вошли в обиход во Франции и Дании, но они не дают преимуществ для поездок в другие страны ЕС. Государственным членам Евросоюза необходимо прийти к соглашению в вопросе единого формата так называемых ковид-паспортов. У документов, содержащих данные о пройденной вакцинации и прочую сопутствующую информацию, должен быть единый формат, иначе возрастет риск подделок, усилится распространение вируса и появится недоверие со стороны граждан. Так, власти Испании, внедрив цифровую систему сертификатов о состоянии здоровья, планируют в сиюне открыть страну для иностранцев. Подобные планы обсуждают в Хорватии и Португалии. Согласно исследованиям, проведенным в Великобритании, доказано, что вакцинация очень важна в борьбе с распространением инфекции. В случае заболевания после прививки даже одна доза вакцины снижает риск передачи вируса в среднем наполовину.